Итак, всем привет! С вами Арсений. И сегодня хотелось бы начать серию видео. Поступил новый заказик небольшой на полочку. Полочка достаточно интересная. Всех секретов раскрывать не буду. Могу сказать, что там будет металл, стекло, оргстекло, подсветка будет и много чего интересного. Иного чего еще ни разу не делали. Итак, первое видео. Я наверное все-таки решил отснять видео по поводу наэробного клея герметика, которым много слышал, но ни разу не пользовался. Ну и зато заодно проведем небольшой тест, как это все работает и работает ли вообще. Итак, посмотрев несколько десятков видео по поводу этих клеев-герметиков, раньше пользовался обыкновенным клеем и космофеном, космофоном, коскопором, как он называется, космофеном, который продается в разных магазинах. Этого вполне достаточно было. Но столкнулись с той проблемой, что все-таки при определенном усилии оно достаточно легко срывается. То есть, когда нужно зафиксировал, закрепил и все, это хорошо. А когда нужно, чтобы эта часть была частично подвижная, в каких-то моментах, то уже этого не хватало. После чего, попав на рынок, как-то забежал к ребятам, они говорят, о, есть то, что тебе надо. Денег стоит, правда, бешеных. Вот такой вот кидык, там 100 грамм, стоит 550 рублей. Ну и я спешу вас снять видео по поводу этого клея-герметика, потому что сам ни разу не пользовался. И первый раз увидел, естественно, не на наших, на американских сайтах, видюшках, где они все это раз-раз-раз, хоп-хоп-хоп, без всяких клеев всего, чеколка держится. Ну и решил тоже этим воспользоваться. Вот, может быть и в сантехнике когда-нибудь мне пригодится. Вот. То есть, взял вот такой вот кидык, как пока рассказывает инструкция, то, что максимальная полная полимеризация состава завершается через 24 часа. Вот. Ну, как сказали ребята, первая, первичная уже складка идет минут через пять, чего вполне достаточно для таких работ, которые провожу я. Угу. Ну и надести атмосферный, этра-терра. Вот. Для эксплуатации нанести, закрутить и все. Вот. Говорят, что для закрутки достаточно просто затянуть руками. Вот. И можно не использовать ключи вообще никотина. Вот. Ну, сейчас мы попробуем это действие. Вот. В первую очередь, естественно, вам понадобится растворитель. Вот. И у меня какой-то другой был. Потому что, естественно, все детали, которые мы покупаем, они в масле. Не в масле. Кстати, можем как раз, можем как раз даже две пары склеить. Одну обработав распарителем, а вторую не отработав. Так. Длинную. Длинный отвод мы не обрабатываем распарителем, а короткий отвод обрабатываем, как в этом производстве. И так. Приступаем. Итак, навесли. И теперь кручиваем от руки. Затянули. И лишнее убрали тряпочки. Убирается достаточно хорошо, поэтому особо замачиваться не стоит. И теперь второе. Второе крепление мы сделаем, нанеся просто на одну поверхность, достаточно равномерно. Но уже без растворителей, без силы. Так же от руки. И убираем излишки. Все. Оставляем, наверное, минут на 5-10. Вот. Посмотрим, как оно крутится, откручивается, не откручивается от руки. Ключом мы, естественно, будем пробовать немного позже. Вот. Поэтому ждем 15-20 минут. Итак, прошло 20 минут. Сейчас затестим, попробуем открутить от руки уже схватившийся наш клигерментик аноэробный. Вот. Здесь у нас с растворителем вроде бы все. Здесь у нас без растворителя, как есть. Вот. Сейчас попробуем от руки, спустя 20 минут. Ну, и для пущего теста тогда сразу попробуем. И ключом дернуть маленько. Ну, скажем так, от руки мне даже слабовато. И одно, и второе. Попробуем тогда то же самое сейчас сделать при помощи ключа. С одной стороны сейчас просто нарастим. Вот. А с этой стороны простым ключом попробуем крутануть. Ну, вот. Пошла потихонечку. Дальше не будем. Усилия мне пришлось приложить достаточно серьезные, чтобы сдернуть его. Ну, и сразу же попробуем то, что с растворителем и всеми остальными кипомбасами просто так же сдернуть. Полностью откручивать не будем. Полностью открутка у нас будет через час. Тоже сдернулось. Ну, я скажу так, схватка немножко была получше все-таки после растворителя. Вот. Процесс полимеризации уже начался. Вот. Оставим еще на часок. И снова попробуем их раскрутить. Итак, прошел час и мы заканчиваем наше испытание. Ну, параллельно, конечно, воспользуемся стройником. Ну, я думаю, это ничего не изменит. Здесь у нас проклеено немножко микро-технологии без растворителя. в эксплуатации. Там и ровно приедем Минтик 716. Здесь тоже самое, но, соответственно, уже пройдено растворителем лого поверхности. Смазано с двух сторон и закончено. Вот. Прошел час и сейчас мы попробуем раскрутить их. Для выселения я крутил сюда нагремитель, чтобы удобнее было крутить. Вот. Подводим ключик и попробуем раскрутить. Ну, без растворителя пошла, конечно, но достаточно чувствительная. Да, хорошо. Посмотрим, что у нас здесь. И, как видим, на первых рисках гремительства практически нет. Он остался на двух последних. Вот и пробуем то, что сделали по технологии. Ого. Это уже хорошо. О, не поддалось. Смотрите. Пошла. Да, разница ощутима. Конечно, мы пойдем под ребро свело. Как видите, здесь у нас герметик везде остался полностью. То есть, прилип достаточно хорошо и конкретно остался даже так внутри. То есть, если крутить все по технологии, я могу сказать, что раскрутить будет достаточно проблематично. И благодаря тому, что герметик распределен равномерно по всей резьбе, естественно, утечки быть не должно. Могу сказать, что данный герметик, ну, посмотрев аналогичное видео, могу сказать, что данный герметик очень нехорошо цепляется таким поверхностям, как покрытый хромом. То есть, от полотенцесушителя у многих он начинает течь. И если повезло, конечно, то не потекет. И даже к оцентованным поверхностям он так себе относится. Поэтому рекомендуется использовать латунь. Оптимальная-максимальная связка у него идет с черными металлами, с латунью похоже. Ну, а с металлом, который покрыт какими-либо не было другим составом, он уже плохо полимеризуется. Поэтому рекомендуется все-таки читать инструкцию, что пишет производитель по этим клеегерметикам. И уже использовать непосредственно по назначению. Но могу сказать, что для моих целей, для которых я этот клеегерметик купил, он вполне-вполне подходит. Потому что быстро схватывается, держит хорошо, надежно. И поэтому рекомендую.